Вы тратите средства определенные и не знаете, куда вы будете реализовывать. На Медне общественные ревизоры из народного контроля наведались в село Брусняцкое в Белоярском районе к своему старому знакомцу-предпринимателю Трушину, который в прошлом холодном сезоне травил уральских автомобилистов незамерзайкой, с содержанием метанола более 23%. Мы приехали в село Брусняцкое Белоярского городского округа, чтобы посмотреть, не возобновлен ли цех предприниматель Трушин. И что вы думаете, конечно же, он возобновил свое производство. Полный цех, бутыла готовой продукции, готовые линии, производство, работники. Все как в старые добрые времена. В прошлом ноябре оперативники Управления экономической безопасности полицейского главка вышли на след разливальщиков ядовитой жидкости. Тогда из сельского подпольного цеха оперативники вывезли две фуры смертельно опасной ливатской незамерзайки. А буквально три недели спустя общественники снова заглянули к цеховикам. И по их наводке силовики изъяли еще 7 тонн отравы. В марте история повторилась. Из того же подпольного цеха вывезли еще 10 тонн. Тогда возбудили уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ с целью сбыта. И передали материалы полицейскому ОПУ Заречного. То дело до сих пор не в суде. Того и гляди, оно вообще развалится на куски и фрагменты. А подпольщикам вернут конфискованное оборудование. И они возьмутся за старое. Точнее уже взялись. Несмотря на уголовку, тот урок не пошел трошину впрок. Более того, он организовал новое производство. Опасные незамерзайки. Закамуфлировав ее под противообледенительную жидкость. Антигололедную, низкотемпературную и универсальную.